Итак, это случилось, я возвращаюсь в Россию из Китая. Мне это всё надоело, учёба, это всё, я реально понял, что это просто не моё. Окей, шутка, на самом деле я просто спустя два года в Китае решил первый раз вернуться домой. Этот флог я буду снимать довольно долго, потому что я хочу сравнить, в чём разница между жизнью в Китае и в России спустя два года, как оно ощущается. Итак, сейчас я уже нахожусь в аэропорту в Гуанчжоу, добрался сюда на трансфере со своего отеля. Кстати, насчёт отелей очень важная вещь. Вчера я приехал в 10 вечера в отель, который забронировал неделю примерно назад, и они мне сказали, что они не принимают иностранцев, когда я к ним приехал. И это было уже 10 часов вечера, я был уставший, голодный и пришлось менять отель. Ну, благо, друзьям всё обошлось. Просто хочу сказать, что если вы вдруг в Китае бронируете себе какие-либо отели, обязательно читайте условия на сайте, или созванивайтесь, списывайтесь с самим отелем, и узнавайте, принимают ли они иностранцев. Я поехал в Россию. Первая ощутимая разница для меня – это общественный транспорт. Вот именно, знаете, что касается самокатов в России и байков Made One в Китае. Те, кто жил здесь, поймут, да, что здесь можно отсканировать этот байк и поехать на нём, куда вы захотите. Так же, как и в самокатах. Но при этом разница намного большая в цене. То есть, если Мэйтуановский байк, на который ты можешь сесть и ехать куда тебе угодно, стоит там 3 юаня, то есть где-то около 50 рублей за полчаса. Но на самокатах я не катался, но точно уверен и знаю, что они дороже. А также, в принципе, транспорт общественный, который вот по городу, на самом деле цена здесь, сейчас, например, в Москве, да и вроде бы в Краснодаре, где-то рублей 40-45. И в тот момент, когда общественный транспорт в Китае стоит 1,8 юань по карте. То есть, это примерно рублей 25. То есть, вот здесь тоже можно оценить, дать такую оценочку. Также довольно ощутимая разница, про это, кстати, многие говорят и многие слышали, это, конечно же, общественные туалеты. То есть, в Китае мы знаем, что у них нет унитазов, при этом, что у них еще не добавляют никакую туалетную бумагу, салфеток, там ничего нет. И, конечно, в России это все намного более приятно. Только что заметил, еще одна ощутимая разница, это все-таки вот покупка вот этих вот всех чаев. Потому что в Китае, даже у нас в кампусе примерно, вот один стаканчик я выпиваю за день, ну, где-то примерно 4 стакана, потому что они стоят от 5 до 10 юаней. То есть, в районе 100-150 рублей. Здесь же вот я взял самый обычный жасминовый чай за 350. Девочки, а вот у вас какие напиточки, сколько прайс, цена? 500 рублей. 500 ре. 400. 400. 500. Если в Китае могу себе позволить выпивать 3-4 стакана в день, то здесь даже за один жалко отдавать деньги, если честно. Еще одна тема, которую можно затронуть, это, в принципе, интернет. На конце вот моего пребывания здесь, в России, ощущается вот эта вот разница между интернетом. Все-таки в Китае он более закрытый от всего мира. И вот по приезде сюда, попользовавшись всеми радостями жизни, несмотря на то, что сейчас нам также нужно использовать VPN, разница в интернете также есть. И здесь плюсик большой уходит в сторону России. Еще одна ощутимая разница в России, в приезде, это, конечно, разница между транспортом. То есть вот уже за эти три недели я успел посетить несколько городов, поведаться со своей роднёй, с родственниками, с друзьями. И вот это было и на автобусе, и на самолете. Вот сейчас мы едем обратно в Москву на поезде. И вот что я могу сказать? Стирательница, которая ощущается в деньгах и в скорости. К примеру, в Китае есть высокоскоростные поезда, чтобы уехать с юга до севера за одни сутки. То, когда я говорю своим китайским друзьям о том, что я приеду там, вот грубо говоря, да, из Краснодара до Москвы за сутки, они тоже, конечно, все в шоках. Также ощущается разница в цене билетов. То есть почему-то по Китаю билеты намного дешевле, чем в той же России. Здесь также, наверное, это всё обговаривается тем, что билеты раскупаются очень быстро и цена на них очень большая. А в Китае как раз с этим проще. И, кстати, вот покупка билетов онлайн, привязка вот своих документов, и всё это тоже на самом деле ощущается проще. Так и заканчивается, получается, мой отпуск здесь, в России, уже целый месяц. Я уже приехал в аэропорт и сейчас уезжаю обратно в Буанчжоу. Ещё, кстати, одно отличие, которое я сегодня заметил среди всех людей в России, ну, это больше отличие, чем разница какая-то, чем сравнение. То, что здесь никто не закрывается от солнца, как вы тоже могли заметить, да? Вот. Ребят, на этом видео заканчивается. На протяжении всего отпуска я снимал какое-то своё личное мнение. Поделитесь вообще в комментариях, как вам оно и согласны ли вы. Может быть, есть какие-то свои идеи. И всем до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!